Ну что, добрый день! Сегодня мы проводим исследование по несущей способности крепежа. Почему-то в интернете не найти в цифрах, как, что и насколько выдерживает, поэтому сегодня мы будем испытывать шпильки, которые будем забивать нейлером. Также у нас ершоные гвозди есть. Мы их будем забивать не нейлером, а дедовским способом молотком. И попробуем саморезы гвоздека. Все это у нас уже лежит подготовленное. Вот, посмотрите. И совсем ради интереса у нас еще будет один вид крепежа. Мы просто на термоклей тоже сделаем соединение. Ну что, у нас задача какая? Проверить различное количество крепежа. Мы будем потом давать нагрузку и смотреть на отрыв, момент срыва. Сколько будет в килограммах выдерживать? 4 шпильки, 8 шпилек, 4 самореза гвоздек, 2 ершоных гвоздя, 4 ершоных гвоздя, а также еще 2 плюшки обычного термоклея. Для чистоты эксперимента у нас куплены ершоные гвозди, которые забиваются нейлером. Но мы решили попробовать дедовским способом забить молотком, потому что заодно мы оценим, что получится с доской, если забивать гвозди молотком. В чем прелесть нейлера. Доска, как видно, чуть-чуть портится. А с краской это будет вообще волшебно. Ну а теперь мы сделаем то, что никто не делает. Мы сделаем соединение на клеевой стержень, на термоклей. Кряхнем, плюнем и замотаем скотчем. Тоже замерим, сколько выдержит такое соединение. У нас получились вот такие Н-очки. И мы пойдем в тренажерный зал и будем использовать его не по назначению. Как мы использовали пистолет не по назначению, так же мы пойдем и в тренажерный зал. А суть в чем? Там много блинов, и мы будем нагружать соединение блинами и смотреть на каком весе это будет отваливаться. Мы с вами в тренажерном зале, и у нас начинаются силовые испытания. Когда же оно оторвется? Для начала мы взяли первый образец. Это четыре шпинки. 65. Оп! Что-то уже пошло. Отсоединились? Нет. Отлично. Записываем. 70 килограмм, четыре шпинки. А теперь давайте посмотрим, что произошло. А произошло у нас следующее, что шпильки прошли сквозь доску. Если вы закрепили фасад на шпильке, в доске возникло напряжение по усилию в районе 70 килограмм. Есть большая вероятность того, что шпильки просто пройдут сквозь доску. А теперь испытываем восемь шпиль, что ровно в два раза больше, чем четыре шпинки. Какой же будет выигрыш? Должно быть в два раза больше в поведении. Ну вот сейчас посмотрим. Смело нагружаем такой же вес. 105 килограмм, что больше. Ну что, настало время ершоных гвоздей. На этом образце у нас всего два ершоных гвоздя, забитых дедовским способом. Молотком, который мне передал прадедушка. Шучу, я его купил недавно. 75. 75 килограмм, два ершоных гвоздя. Продано. За то, что мы видим. Два гвоздя, зато их не прорвало насквозь. Что тоже чудесно. На этом образце у нас четыре ершоных гвоздя. Посмотрим, какой же у них предел. Субтитры сделал DimaTorzok 140 килограмм. Ну что, следующий образец у нас четыре самореза гвоздя. В принципе, вот они. Видите? Раз, два, три, четыре. Посмотрим, что они нам скажут. Я думаю, можно сразу нагрузить больших блинов. Опять же, что-то мне говорит, что должно это прокатить. Ну что, попробуем все же еще нагрузить. 200 килограмм. Чего-то не хочется дальше уже нагружать. Ну и вот нафиг. Собирать длины раскатывающиеся. То есть, четыре самореза Гвоздя держат 200 килограмм. При этом, обратите внимание, что саморезы Гвоздя на 10 миллиметров короче, чем шпильки, которые мы использовали, и чем ершоные гвозди. После силовой нагрузки проверяем. Вот они, те самые четыре самореза. Следующий образец. Ну что, последний образец. То, что никто не делает, этот образец просто склеим. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Сколько же он выйдет? 60 килограмм. Ну, для клея неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 200 килограмм. Да. Конечно, я жирные плюхи намазал. Конечно, я схитрил. У нас поднятый ворс. Вот. Из-за этого большая адгезия. Но, тем не менее, 200 килограмм держит. Двести пять. Ха-ха-ха! Двести пять. Это предел. Ну что, у нас появились результаты испытаний. Проигрывают шпильки. На четыре шпильки у нас 70 килограмм. И происходит срыв доски. На восемь шпилек срыв происходит на 105 килограмм. Как видите, прирост не в два раза, а меньше. Следующие у нас идут ершёные гвозди. Два ершёных гвоздя – это 75 килограмм в момент срыва. Четыре ершёных гвоздя – это 140 килограмм. И тут уже интересная закономерность, что прирост фактически в два раза. Чуть-чуть меньше. На саморезы гвоздек на четыре штуки мы нагрузили 200 килограмм. И не рискнули грузить дальше. Срыва не произошло. Попробовали мы всё же нагрузить на клей. И неожиданно клей выдержал больше 200 килограмм. А именно, 205 килограмм он выдержал. А дальше произошёл разрыв соединения, но не по вине клея, а по причине того, что пошло разрушение доски. Что бы ещё хотелось добавить? Обратите внимание, у шпилек шляпки проходят прямо сквозь доску. То есть фасад будет отрываться, прорываться. Если будет сильное окорабление доски из-за влаги, шпильки ни в коем разе не удержит. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. Наши испытания проведены сразу же после монтажа. То есть мы смонтировали, сделали соединение и сразу же провели испытания. У вас на фасаде, на вашем доме, конечно же, пройдёт больше времени. Доска будет рассыхаться, будет меняться влажность. Из-за этого соединение, которое гвоздевое, оно будет расшатываться. Ну и вы сами понимаете, что происходит, когда гвозди расшатываются. И исходя из этого, лично моё мнение, лучше фасад монтировать на саморезах. У них есть ещё один плюс. Вы можете произвести демонтаж. Аккуратный демонтаж. Выкрутили саморез и сняли доску. Ну и ещё один небольшой секрет. С клеем, на самом деле, я чуть-чуть схитрил. Соединение было произведено на поднятый ворс. А поднятый ворс обеспечивает очень хорошую адгезию. Мы почему его рекомендуем вам? Краска точно так же на поднятый ворс очень хорошо ложится. И адгезия очень высокая. Ну, вот такой секрет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!